Добрый день дорогие друзья! Сегодня речь пойдет о книгах, которые необходимы для работы с заборельщиком. Но прежде чем мы перейдем к книгам, я хотел бы затронуть такую тему немножко донатов. Очень многие освоили специальность с нуля благодаря моим видео и пишут как им поблагодарить, отблагодарить. И у меня сейчас такая вот возможность появилась, я там на некоторых сайтах сделал. Ну короче ссылочки под видео я вам оставлю, где вы сможете пожертвовать на развитие канала, ну или просто если вам было полезно. Просто оставить свои донаты если хотите. Мне многие пишут даже с Азии, с Турции, там с Сирии, не знаю откуда-то там с Азии, что благодаря тоже за помощь. Как-то через переводчик я им помогаю, они тоже осваивают специальность. Сейчас же много станков советского типа скупаются в эти страны Азии. Так что вот, как-то так. Хорошо, переходим к книгам. Сейчас сначала такие не особые популярные книги, которым я не пользуюсь. Ну вот такая есть таблица для подбора шестерен, Сандаков, Вегнер. Ну этой книгой я не особо пользуюсь, можно сказать, вообще не пользуюсь. Здесь как бы, ну она мне не очень удобна просто. Вот эти передаточные числа здесь вот есть, да. Любое передаточное число вы находите. И здесь вот уже смотрите эти самые числа, да, вот эти вот. И потом вот эти числа, они здесь тоже в конце есть. Находите эти числа и разбиваете уже на шестерни. Такая книга, она не очень удобная. Поэтому она как бы, я ей вообще не пользуюсь, этой книгой. Вторая книга, она много раз переиздавалась. Есть первое издание, второе издание, третье издание. Это наиболее популярная книга среди зуборевщиков. Это Петрик и Шишков. Она есть, сейчас уже можно где-то найти ее в электронном виде, скачать. Ну не в электронном, а фотографии, там сканы, скорее всего, где-то встречалась у меня уже. Или там диджавю формат, точно уже не помню. Это наиболее популярная книга. Здесь вот есть практически, ну можно любую взять этот самый, да, и найдете шестерню. Какие шестерни вам ставят гитары деления или дифференциалы. Такая вот книжечка. Это у меня третье издание, то есть самое, можно сказать, самое свежее издание из всех. Это вот то, что касается передаточных чисел для гитар, настройки гитар. Это вот такая вот книжечка. Еще есть вот стандарт. Такая вот зашарапанная немножко. Это у меня цепные передачи и звездочки. Чем она хороша? Во-первых, если вам принесли звездочку и вы не знаете, какой там диаметр выточить или какой размер, в этой книге все есть. То есть под любую звездочку, вот тут где-то было, вот, допустим, там 9.5, 12.7, 15.85, 19.05, 25.4, 31.75, 38.1. Вот самая большая шаг цепи. Вот эти все размеры, радиусы, все размеры, здесь все это вот написано. Также под каждый зуб, под каждое число зубьев, допустим, вот если вот число зубьев, вот 12.7, есть однорядные и двухрядные, да, ну вот, допустим, 80 зубьев берем, такой-то шаг, да, и у нас есть, значит, наружный диаметр, вот, 330, да, и 315 внутренний диаметр. Все, то есть вы делаете касание и до этой глубины гоните, и все, звездочка выходит. Очень хорошая книга, она меня очень спасает. 83-й год. Вот такая вот книжка. Очень хорошая. Есть не менее хорошая книга. Решетихин, Углицкая и Бурков. Расчет прямозубых конических колес. Очень хорошая книга. Здесь есть в основном такие вот все, практически одни таблицы. И мы смотрим, например, какое число зубьев нам надо нарезать и что у нас получается. Значит, вот берем пару, например, 25-33. У нас сразу есть угол конусности зуба здесь. Также есть углы делительные, наружные и впадиные. Эти углы у нас есть. Ну, также тут другие углы еще есть. Там, ну, для... Если точить, там, обратные там всякие и все такое. Короче, вот очень хорошая книга. В начале этой книги тоже есть... Так, это у нас 68-й год, Ленинград. Пошло настроение. Тут обозначения идут. Тут вот формулы какие-то тут идут, которыми я тоже не пользуюсь, нифига. Мне это уже формулы эти не нужны. Да, вот эти формулы. Все по расчетам тут всякие формулы. Ну, а если есть книга, практически... Формулы вам не нужны. Вот такая книга. Ну, опять же, гитара. И рассчитываем, ну, по ранее показанной вам книге гитары. Это вот чисто вот... Какие углы надо поставить в станках. Чисто для прямозубых механических колес. Очень хорошая книга. Так, есть такая книга. Так, это обложка не от этой книги. Сейчас я вам сначала скажу, кто это автор. Ага. Алексеев и Мазавер. Ну, чисто тут по машиностроению книга, да? Но по зуборезке тоже кое-что есть. Вот, например, обмер толщины зубьев по общей нормали. Смотрим, какой модуль, сколько зубьев. И общая нормаль. Вот. Здесь также можно посчитать, если у вас, например, нет такого-то модуля, например, там, 225, там, или еще какое-то. Здесь можно просто посчитать. Есть формулка. Так, вот это так. Еще дальше идет табличка вот такая. Обмер толщины зубьев зубомером. Ну, это можно как бы применять и для таких прямозубых колес, но я это и пользуюсь для конических прямозубых колес. Для коничек. То есть, вот, к примеру, берем модуль. Так же самое, любое количество зубьев. И у нас есть по зубомеру, значит, высота и ширина зуба. Выставляем по зубомеру эту высоту и делаем, гоним, режем до этого значения. Ну, как бы тут все, больше ничего такого нет. По мне интересного. Ну, а, ну тут цепи еще какие-то, что-то про цепи есть. Формулы. Но этим я ничего не пользуюсь. А, так. По шлицевым. По шлицевым у меня, значит, есть... Ну, есть книжка, опять же, ГОСТ. Вот такой есть по шлицевым. По шлицам. Вот такая есть книжка. У меня я ее с собой не взял. Она на работе осталась. Забыл ее взять. Показать. Ну, я взял за то, вот, можно скачать в интернете такой DIN 5480 по шлицам. Ну, это эвалиентного зацепления. Что в этих таблицах есть? В этих таблицах есть и внутренний, и наружный диаметр, и размеры по роликам, как внутренних, так и наружных. И охват. Есть охват общей нормали тоже по шлицам. Как эти таблички, что они представляют собой. Они, ну, например, тут... Ну, они, наверное, на все модули есть. На модуль 2, на полтора, до 6 или до 8, я не помню уже, сколько тут у меня. Короче, у меня их много. А, что тут есть, да? Тут тоже есть все диаметры. Например, модуль 2, да, вам надо нарезать столько-то зубьев. У вас тут сразу есть, какой вам диаметр надо выточить. Наружный, внутренний диаметр, короче, тут... Вот это вот общая нормаль, да? Сколько вам надо там. Померить. Это вот тут размеры по роликам. Тут размеры ролика, допустим, 4 размеры ролика. Короче, тоже все размеры есть. То есть, не надо никакую голову ломать, рассчитывать. Все, взял это, это, померил. Замерил, все. Все получилось. Все зашло. Что тут еще у меня есть? А, ну, такие же самые есть, немножко другого образца. Тоже по этим. Все по шлицам у меня здесь. Есть еще такие вот, тоже не взял. С собой книжечку тоже не взял, кстати. Прямобочные такие вот шлицы есть еще, но с прямыми зубами. Ну, вот, типа, вот, так как такие вот, видно. Прямобочные. Тоже все есть по прямобочным. Там, ну, кстати, они там идут все стандартные, там. Ну, бывают нестандартные, но в основном все стандартные. Фрезы тоже такие есть, модульные, ну, прямобочные. Как-то так. В следующем видео, если хотите, если оставляете, будь желанием, могу вам есть кое-какие программы. Может, там на андроиде, в интернете тоже какие-то там, я помню, встречал. Тоже по расчетам. Что очень упрощает жизнь заборезчику. То есть, можно избавиться от некоторых книг благодаря этим программам. Также по подбору шестерен, там, на разные станки, разные формулы. Туда можно вписать свою величину, там, все рассчитать. Очень удобно. Так что вот так, ребята. Ищите книжки. Если они у вас есть, очень здорово. Ну, все. На этом видео коротенько заканчиваю. Ставьте лайки, кому понравилось. Делайте донаты. Ссылочки в описании. Также я есть в ВКонтакте и в Фейсбуке. Так что, если хотите какую-то консультацию получить, лучше в ВКонтакте пишите, добавляйтесь в друзья. Всем счастливо. Пока. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok